Его путь останется примером для многих, а светлая память о нем будет всегда в сердцах тех, кто его знал. Ветерана Великой Отечественной Федора Аскирка не стало полтора года назад. В канун его 95-летия в автотранспортном колледже открывают памятную доску. Среди свидетелей событий наряду с близкими сыном и дочкой руководства города. Обычно же говорят, человек уходит с работы, про него забывают. Но я действительно поражалась. Я работала врачом. И сидя на приеме, бывала на кабинете, фамилия моя тоже Аскерка осталась, и фамилия висела. Люди заглядывали, просто заглянуть в дверь и спросить, я ли дочка там, и про него спросить, когда он жив был. Хороших слов я слышала очень много от всех. Ну и папа всегда любил повторять, что человек жив, пока о нем помнят. О нем можно говорить часами. То, что осталось после него, и те научные труды. И, наверное, самое главное, та энергетика даже этого учебного заведения. Потому что она позволяет сегодня воспитывать именно ту молодежь, которая должна воспитываться на каких-то серьезных, наверное, и самое главное, личностях. Вот как Федор Федорович. Федор Аскерка писал стихи и мемуары, а его жизнь достойна целой книги. Народный заслуженный учитель БССР и почетный гражданин Бабруйска. Перечислять заслуги героя можно долго. Только автотранспортному техникуму он отдал 54 года. Из них 36 проработал в должности директора. В те времена учреждение образования имело высокий и престижный статус. Учились и преподавали здесь только лучшее. Годы моей учебы в Бабруйском транспортном технике, как он тогда назывался, пришлись как раз-таки в 93-96 годы. Федор Федорович директором был до 97-го года. Поэтому, скажем так, самый расцвет его способности как педагога, как руководителя, мне посчастливилось застать. И как руководитель он был грамотным, мудрым, как педагог, заслуженный. И самое главное, ученики его любили. Федор Аскерка, автор книг «Страницы моей жизни», в издании «Пуховщина помнит воспоминания детей войны», описана и история его семьи. С января 44-го и по май 45-го он участвовал в Великой Отечественной. На фронт ушел добровольно. В рядах советской армии служил до 48-го. Мы победили, но какой ценой? 27 миллионов жизней положили за эту победу советский народ. Чтобы благодаря победе молодые люди могут жить, радоваться под мирным небом. Орден Отечественной войны, медали за отвагу, за победу над Германией и за взятие Кёнигсберга. В коллекции ветерана более 30 наград, в том числе нагрудный знак «Партизан Белоруссии». Вековой юбилей страны, медаль к столетию БССР Александр Студня вручил герою лично. В этой квартире руководство города было частым, а главное – долгожданным гостем. Спасибо вам, Александр Викторович, за столь редкую, высокую и памятную награду, которую я буду помнить до конца своих дней. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.